МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Сегодня перед нами выступит профессор Казанского федерального университета Рахимов Елизар Альясович. С темой «Хочу летать как птица». Давайте поприветствуем нашего первого выступающего. Итак, ребята, сегодняшняя наша встреча будет посвящена ответу на этот вопрос. То, что вы сейчас только что слышали. Хочу ли я быть птицей? То есть вот этот вопрос, он совершенно не случайен. Ну, хотя бы простой пример. Вот буквально я бежал сюда, боялся опоздать, и как только вышел из метро, первая моя мысль. Эх, были бы у меня крылья, я бы сейчас через минуту уже был рядом с вами. Но, к сожалению, у меня такой возможности не было, и вот сегодня я с вами попробую разобраться в этом вопросе, почему так получилось. Итак, птицы. Если мы с вами посмотрим на первую картинку, птицы, пожалуй, как ни одна другая группа животных, тесно связаны с вами с самого раннего детства. Вот я здесь попытался только некоторые картинки представить. Наши детские игрушки хорошо вам знакомы, у кого-то, может быть, еще до сих пор они вместе с вами и спят, до сих пор вы с ними общаетесь. И это не случайно, потому что чаще всего птичья вот эта тематика, она очень хорошо отражена в наших детских игрушках, в наших играх и так далее. Дальше. Пока мы с вами растем, естественно, мы все ближе и ближе, все теснее и теснее связываем свою, так сказать, обыдельную жизнь с птицами. Да, вот я хотел сказать, говоря об игрушках, даже, предположим, родители, когда общаются со своими малышами, вот с вами родители, ну, пожалуй, мало кто из родителей скажет своему ребенку, ах ты мой лягушоночек, так ведь? Или, например, ах ты мой карпик или судачок. То есть в этом плане чаще всего именно более ласкательное и более приятное для нас с вами – это как раз вот скворушка, соловушка, там, предположим, вот такие вот ласковые названия. И в данном случае еще и сказочные персонажи, с которыми мы встречаемся, опять-таки, как только начинаем осознавать себя, когда вам родители начинают сначала читать эти сказки, вот, пожалуйста, хорошо знакомые вам сюжеты. Итак, герой мультфильмов, поскольку вы с книжками знакомитесь раньше, а мультяшки у вас будут чуть-чуть попозже уже, когда вы, так сказать, ближе к трем годам, поэтому через мультфильмы, опять-таки, мы постоянно встречаемся с птицами. Это, опять-таки, вот несколько, так сказать, картинок, хорошо знакомых нам мультфильмов. По мере того, как мы с вами растем, мы становимся все старше и старше, мы еще будучи детьми, опять-таки, мы сталкиваемся опять с птицами, но теперь в совершенно другом качестве. Очень часто мы многие человеческие качества, вернее, наоборот, даже не знаю, как птичьи качества очеловечиваем, или наоборот, человеческие качества оптичиваем. Но, тем не менее, вот посмотрите, даже некоторые сравнения, которые очень часто используем мы, общаясь со своими не только детьми, и по мере взросления то же самое, ну, вот очень часто, вот то же самое говорят, ну, там, неуклюжие, как курица. Такое, знаете, выражение, оно может быть не столь злое, может быть, оно только с подколочкой, но, тем не менее, мы сравниваем с какими-то качествами то же самое курицы. Или там трещишь, как сорока. Тоже хорошо изнесенные нам, так сказать, выражения. И вот таким образом, или смелый, как сокол, или там орел. То есть вот эти эпитеты, эти сравнения, они опять говорят нам о том, что птицы нам совершенно, так сказать, недалеки до нас, они очень близки и знакомы. И вот, пожалуй, самое главное. Рано или поздно мы с вами взрослеем, и нам всегда, порой, глядя вот на небо, на улетающую птицу, предположим, мы или в мечтах, или в своих снах, очень часто себя, скажем так, с ними сравниваем, и вот это желание, оно возникает. Эх, как бы хорошо было быть птицей. То есть если бы у меня были крылья, я повторяю еще раз, я бы, наверное, вот сейчас в эту холодную Казанскую, так сказать, воскресный день, наверное, спокойно бы улетел куда-нибудь в тропические, так сказать, области, на каких-нибудь Багамских островах, нежился бы под лучами тропического солнца и так далее. Но, увы, приходится терпеть, терпим эти 15 градусов мороза и готовимся к завтрашнему рабочему дню. То есть вот в этом плане у людей вот это вот ощущение полета, и ощущение, вот оно сравнимо просто с ощущением свободы. Вот нам кажется, птица, обладая крыльями, она может лететь куда угодно, она может улететь, хочешь сюда, хочешь туда. То есть в этом плане вот это остаться абсолютно идентичной свободы и полет. И поэтому, конечно же, и в литературе, и в стихах огромное количество строк, стихов, произведений литературных посвящены как раз вот этим вот желаниям, нашим человеческим желаниям именно летать, как птица. Я здесь, в общем-то, взял буквально только несколько строчек. Ну, во-первых, классика вот из мультфильмов. Вы, наверное, знаете, видите, там водяной-то поет свою песню, ему летать охота, а он сидит в своем болоте. И вот такие вот образы литературные, они встречаются довольно-таки у нас часто. Более того, мы в своих сказках, мы в своих мыслях, в своих, скажем, произведениях, очень часто уже для себя воссоздаем вот некий образ, который мог бы нам помочь подняться в воздух и летать, как птицы. Ну, вот посмотрите, знакомые вам персонажи. На чем только мы с вами не летали, в наших, так сказать, мыслях, в наших сказках и так далее. Тут и ковер-самолет, и волшебные эти башмаки. Ну, тут даже вот на бороде, на метле, это уж понятно, это классика, как говорится. Даже Карлсон, видите, мы ему приспособили, сзади у него этот маленький пропеллер, он тоже приспокойно летает, и мы помним прекрасно, он улетел, но обещал вернуться. Вот эти выражения как раз исходят из этих событий. Уже, скажем так, более осмысленно, когда мы подходим вот к этой проблеме, уже взрослые люди, многие умы, многие очень умные люди пытались, скажем так, уже воплотить в жизнь вот эту идею. И нам хорошо знакомы, вы, наверное, читали об этом и знаете, о том, что были так называемые Икары. Ну, Икар – это герой, значит, античный, который, так сказать, тоже хотел летать и приспособил себе вот крылья, сделал себе крылья и совершил вот этот вот, скажем так, полет, полет нашей мысли. Ну, и в результате есть такие попытки, и не только там. Во многих странах были такие вот энтузиасты, которые пытались таким образом приделать себе крылья и взлететь, как птица. Но вы, конечно, прекрасно понимаете, чем это заканчивалось, да? Чаще всего, конечно, эти были трагические, так сказать, трагический исход этим событием, потому что так же взлететь и так же парить в воздухе, как птица, к сожалению, ни один еще человек не сумел. Ну, и вот, в конце концов, наступил, так сказать, наш век, 21 век. Естественно, у нас эта мысль, может быть, опять вновь, так сказать, появляется все чаще и чаще, потому что во многих фильмах, художественных фильмах, в первую очередь, вот я тоже здесь несколько подборок сделал, где реально показывают, как люди, скажем так, приделывают себе крылья, уже более современные, не просто дощатые, скажем так, и умудряются, скажем так, подняться в воздух и держаться некоторое время, как птица в воздухе. Дальше более, скажем так, технические, так сказать, некие новинки, которые позволяют отчасти, и это реальные вещи, тоже нам подняться в воздух и некоторое время пребывать в воздухе. Вот посмотрите, пожалуйста, ребят, вам хорошо знакомы вот эти вот картинки. Тут и затяжные прыжки, тут и состояние невесомости, которые создают дальше. Даже элементарные прыжки на батуте, вот вы видите тут, да, в полутьме, скажем так, там четыре героя поднялись, и то вот это вот ощущение, что ты над землей поднялся, что ты паришь, по всей видимости, у людей, так сказать, вызывает восторг и выброс адреналина. Порой это некоторым людям как раз и не хватает. И вот в этом плане, конечно же, напрашивается мысль. Насколько мы сейчас, обладая техническими возможностями, можем реально воплотить жизнь в свою идею? И вот мы с вами давайте попробуем ответить, сможем мы с птицами сравняться или нет. Самое интересное, вы знаете, оказывается, ни одна другая группа животных, кроме как птицы, ближе все к нам похожи вообще по многим параметрам. Я вот практически взял только то, что самое очевидное. Во-первых, и мы, и птицы, мы двуногие. Что значит двуногие? Это значит, у нас передняя пара конечностей, то есть наши руки, у них, соответственно, крылья, это свободные, скажем так, которые, по всей видимости, будут помогать нам осуществлять свой полет. Следующее. Теплокровность. Что значит теплокровность? То есть мы не мерзнем, даже если, скажем так, очень холодно, мы зимой бодрствуем. Вот мы все, видите, какие веселые и бодрые. Вот у птиц то же самое, температура тела наше достаточно высокая, и поэтому, конечно, это позволяет нам проникнуть в любые уголки нашего земного шара. Далее, вот посмотрите, пожалуйста, кто из животных, самых умных животных, из числа млекопитающих или зверей, мы говорим, да, может говорить? Нет, попугай это птица, а вот попугай действительно вот в этом плане опять-таки не только попугай, могут даже говорить обыкновенные вороны, если их приучить. Скворцы. Поэтому, естественно, в этом плане опять мы уже к птицам близки. Вот посмотрите, и последняя вот эта вот характеристика, так называемой социализации. То есть мы даже как птицы можем создавать вот такие большие группы, большие скопления, в пределах которых осуществляется вот наша жизнь. Мы таким образом очень близки. Вы скажете, ну вот там коровы тоже собираются в стадо. Увы, коровье стадо – это коровье стадо. А вот птичьи организации, сообщества, вот когда тысячные, тысячные совершают, скажем так, синхронно многие движения, синхронно совершают некие, так сказать, совершают определенные события. Вот это очень близко и нашему с вами обществу. Вот, предположим, вы сегодня вот приветствовали нас, вы все дружно, все поднялись. То есть, видите, никакой команды не было, но тем не менее вы знаете этот порядок и знаете, что в нашем обществе принято так. Студенты приветствуют своего преподавателя. Итак, ну, сказалось бы, что теперь осталось? Нас уже и так много чего объединяет птицами. И вот теперь мы отвечаем на главный вопрос. Что нужно для того, чтобы летать? Вот я попробовал объединить все, так сказать, все, что есть. А если вы мне сейчас скажете еще, будет просто замечательно. Самолет, наверное. Нет, идея-то тут какая. Самолет – это хорошо. Вот, но в самолете, когда вы летите, там немножечко другое. Вот нет этого ощущения. Мне кажется, хвост, чтобы отрели... Ну, в общем, чтобы... Как руль был, да? Замечательно. Это уже хорошо, правильно. Я думаю, что умение чувствовать воздух, то есть направление. Значит, какие-то органы чувств должны быть, так? Перья. Перья нужны. Абсолютно правильно. Так, вот еще и там есть. Вот здесь вот, молодые люди. Я считаю, что помимо этого самолета можно провести имплантацию человека. То есть вживить ему эти крылья. О, какая хорошая идея. Таким способом можно сделать его альтернативой птице. Так. Спасибо. Спасибо. Хорошая идея. Я воспользуюсь именно этой идеей. Я думаю, нужно уметь себя контролировать в воздухе. Ну, наверное, достаточно, потому что, в принципе, мы с вами уже выяснили. Вот если мы обобщим их, так и получается. Первое, несомненно, это обладать крыльями. Органы чувств, ребята вот только что сказали, чтобы чувствовать воздух, чувствовать это пространство. Дальше, естественно, перьевой покров, об этом тоже ребята говорили. Ну, и последнее, конечно, вот я не услышал этого, но, тем не менее, очень важная вещь – это уменьшить вес. Потому что птицы практически, ну, порой даже при больших своих габаритах, достаточно, ну, скажем так, легковесны. Итак, давайте посмотрим. Значит, если вот эти вот четыре вещи мы с вами сумеем выполнить, поставим плюсик, то, соответственно, мы так полагаем, предполагаем, что мы взлетим в воздух. Итак, крыло птицы. То есть это основное, так сказать, орудие для производства полета. Мы уже говорили о том, что многие пытались, в истории человечества были такие попытки сделать эти крылья. И эти крылья действительно помогали на определенный этап, на определенное время, на очень короткое время, так сказать, находиться в воздухе. И тем самым, как бы задерживать свое падение, к сожалению, чаще всего трагическое. И вот в этом плане, конечно, вот даже выдающийся Леонардо да Винчи, вы его знаете как знаменитого гениального живописца, но он отличался очень многими, так сказать, талантами. И вот в том числе он был и изобретатель. Изобретатель, его, так сказать, изобретения достаточно хорошо известны нашим, в первую очередь, инженерам и не только. Но вот в том числе он изобрел первые, скажем так, вот эти вот крылья, которые помогали бы человеку подняться в воздух. И в этом плане, то есть крыло, вот наверху у меня картиночка, видите, крыло птицы. И то крыло, которое сконструировал Леонардо да Винчи, конечно, они очень далеки друг от друга, но тем не менее это какая-то летательная лопасть, позволяющая, скажем так, удерживаться человеку в воздухе. Теперь, ведь главное в полете что? Сколько не подняться в воздух, мы только что говорили, мы можем даже подпрыгнуть, и доли секунды мы уже в воздухе как бы, так? Я уж не буду экспериментировать на себе. И поэтому, естественно, главное, может быть, что нас восхищает птицах, когда мы смотрим, как они свободно летают. То есть, вот посмотрите, вот когда летают крупные орлы, грифы, они ведь совершают такие мощные, планирующие полет. Они могут иногда часами, скажем так, летать над поверхностью Земли, при этом могут даже не махать крыльями. То есть, они используют воздушные потоки, то есть, как бы абсолютно свободны в этом пространстве. Дальше, если мы с вами вспомним наших знаменитых летунов, например, это сокола, сапсаны, или стрижи, или ласточки, хорошо вам знакомые. Посмотрите, как они виртуозно летают. Они могут совершать такие пируэты в воздухе. Нам ни одному акромату даже и не снились такие, так сказать, возможности. Например, вам хорошо знакома птица калибри, так? Самая маленькая птичка, да? Которая питается, мы тоже об этом знаем. Чем питается калибри? Совершенно верно. Так вот, для того, чтобы собрать нектар цветка, калибри совершает полеты и летает вперед хвостом. То есть, это такая в высокой степени маневренность, что позавидует, я повторяю еще раз, любой акробат. То есть, в этом плане, конечно, полет – это не только подняться в воздух, это еще совершать конкретные движения, позволяющие удерживаться и совершать поступательные движения вперед. Так, вот, пожалуйста, по поводу скорости полета. Когда сокол атакует свою добычу, он в этот момент развивает колоссальную скорость. Правда, это не на очень короткий период, но, тем не менее, сам факт, что птицы в этот момент просто недосягаемы, скажем так. И в этом плане напрашивается вопрос, за счет чего птица теперь не просто поднялась в воздух, а именно за счет чего она умеет совершать такие полеты. Итак, обратимся теперь к нашим техническим изобретениям. Дело в том, что робототехник сейчас ушла очень далеко, и поэтому многие страны мира, в первую очередь, конечно, японцы в этом плане, колоссальный шаг вперед сделали, которые делают такие технические устройства, ну, роботы мы их называем, да, которые не только, так сказать, предположим, подают тебе стакан или что-то такое, или там помогают тебе, там свет направляют, но еще как абсолютно, вот мы видели там, они кувыркаются и прыгают. У нас уже есть в мире гостиницы, где в качестве вот этих вот портье и слуг выступают как раз вот роботы. И в этом плане, конечно же, вот это развитие робототехники напрашивается. Ну, если уж мы делаем такие мощные конструкции, такие, ну, просто чудеса техники, но уж как-нибудь приделать крыло, которое просто совершает полет и удерживает нас в воздухе, нам, кажется, ничего абсолютно не стоит. И в этом плане, да, вот молодой человек мне отвечал по поводу того, что там можно вживлять и так далее. Вот, пожалуйста, посмотрите некие, так сказать, экспериментальные модели, то, что демонстрирует вот наш интернет и вот некоторые фирмы. Пожалуйста, человек спокойно орудует своими руками, то есть он совершенно свободен, у него руки свободные, но при этом за спиной у него находится приспособление, как бы еще одна дополнительная пара конечностей. Это может быть рука, это может быть и крыло, то есть все, что угодно. Самое главное, что она совершенно независимо, так сказать, может совершать движение. Причем движение за счет даже мысленных, так сказать, команд. И в этом плане, я говорю, техника ушла у нас крайне далеко. Нам даже трудно сейчас представить, что только могут, так сказать, вот эти роботы, и что они какие только не могут совершать. Практически могут все. Поэтому они успешно будут осваивать и космические пространства, не подвергая опасности живых людей и так далее. И вот эти вот дополнительные конечности на спине – это вот как раз уже первый шаг к тому, чтобы крыло как таковое у нас состоялось. Следующее. Еще одна разработка. Это уже создали не японцы, это уже фирма европейская. Посмотрите. Создали подобие птицы. Причем самое интересное – эта модель, она совершает движение крыльями в точности так же, как и птицы. Но при этом крыло птицы, естественно, сделано из синтетических каких-то материалов легких. Но при этом, повторяю еще раз, в этом плане инженеры были просто, ну, трижды умницы и гениальны, что смогли смоделировать не просто вот этот вот полет просто. Мы тоже так же можем махать. А именно вот такое вот движение крыла, которое имеет свою очень сложную траекторию, которое и позволяет маневрировать птицам в полете. То есть в этом плане как бы мы с вами можем поставить как бы некую точку. Точку, помните четыре пункта, которые мы с вами там осветили? То есть под первым пунктом для того, чтобы мы летали, было наличие крыльев. Пожалуйста, оказывается, технически это вполне возможно. И совершенные технологии позволяют это сделать без особого труда. То есть технология робототехники как раз подводит нас к этому моменту, к созданию именно крыла. Так, второе качество – это, естественно, оперение. Все перья должны быть. Конечно, крыло сделанное там из пластмассы, как бы она легкая не была, оно в любом случае как бы пластмасса есть пластмасса. А нам же все хочется ближе к птицам. Вот ребята-то уже говорили из зала о том, что перьевой покров. Он несет в себе колоссально много разных, так сказать, качеств. И необходим птицам не только для того, чтобы летать, но летать в том числе. Поэтому птицы, конечно, обладающие перьями, обладают уникальным покровом. Насколько это возможно для нас? Ну, конечно, если мы себя обклеим перьемы, скажем так, ну, ничего интересного в этом нет. Тем более, что, ну, это не наше с вами. Поэтому, я думаю, для того, чтобы у нас крыло было подобие птичьего, нам достаточно, чтобы крыло само было из перьев. Теперь посмотрим, что же это, насколько это возможно. У вас вопрос, да? По моему мнению, а почему тогда мы с помощью бионики, так что у нас сейчас тоже бионика очень развита, и можем сами себе уже ДНК создать, посмотреть, как у них ДНК работает крыльев, и создать себе это вживить ДНК? Ну, не углубляться по поводу ДНК. Если у нас будет другой ДНК, тогда мы уже будем не птицей. Понятно, да? Тогда у нас было бы или рыбья чешуя у нас на теле, или когтища, или зубища и так далее. Поэтому, слава Богу, пока мы ДНК свою не изменили, и остаемся с вами людьми. Итак, дальше. Посмотрите, что такое перьево-покров. У птиц перью покрывает не все тело. Когда птица покрытым пером, ну, в частности, вот петушок там, видите, да, он совсем голый, он так вот даже не симпатичный, я бы даже сказал, уродливый, да? Но если его покрыть пером, он совершенно другие очертания приобретает. И вот в этом плане перо, конечно, создает, так сказать, масса преимуществ. Так вот, почему у птиц перьи не на всем теле? Именно по этой причине. Потому что птица может летать. Вот посмотрите. Если бы мы, летая, крылья машут все время, совершают такие движения, если бы перья были вот в подмышечной области, видите, там практически перья отсутствуют белым цветом, а то, что серенькое, это там, где перья есть. То есть у птицы на поверхности тела всегда есть области, лишённой оперения. Для чего это нужно? Для того, чтобы не стеснять движение крыла. И это очень важно. И в этом плане, конечно же, вот я повторяю, перьевой покров, он, так сказать, колоссален и имеет большое значение для того, чтобы птица действительно обрела многие качества птицы. Посмотрим на достижения современной, так сказать, науки, техники и так далее. Вот посмотрите. Я совершенно случайно, готовясь к этой лекции, открыл, набрал буквально искусственное перо. И вы знаете, я нашёл столько информации, вот кое-что я, естественно, сейчас использовал. Оказывается, перо как таковое не является для нас проблемой сейчас. И технически это легче даже просто, чем изобретить там что-то другое. Ну, крыло, понятно, техническое, так сказать, изобретение сложнейшее. А вот с пером без проблем. Пожалуйста. Даже объявления, пожалуйста, продают прямо целыми коробками. Пере любого цвета, любой формы, любой размер. Пожалуйста, вот они. И вот я поместил несколько картиночек, которые, как бы, скажем так, иллюстрируют, насколько это соответствует оригиналу. Насколько птичье перо и искусственное перо абсолютно похожее, так сказать, заменяют друг друга. Вот перед вами наверху там, видите, сидят два попугая. Желтый и розовый. Это птицы. Обе птицы сделаны из искусственных перьев. До последнего, так сказать, оперения. Внизу желтый какаду, желтохохлый какаду. Ну, понятно, там немножко, может быть, грубовато сделан хохолок, но, тем не менее, птица искусственная сделана из искусственных перьев. А рядом живой какаду, живой попугай. Посмотрите, они абсолютно почти похожи. Рядом вот перед вами две чайки. Если бы, так сказать, вот, мои комментарии не было, может быть, даже кто-то испутал бы. Если бы не было рядом... А, ну, птенчик тоже ни о чем не говорит. То есть, наверху это живая чайка черноголовая, а внизу искусственно сделанная, посмотрите, крылья полностью все воссоздано. То есть, к чему я веду? К тому, что оперение современное, скажем так, использовано, которое может быть использовано для конструирования пера, ой, крыла птицы, как раз для совершения вот этих вот движений сложнейших, это сейчас является выполнимой задачей. Итак, мы второе условие практически с вами уже выполнили. Третье условие – это органы чувств. Как вы думаете, какие органы чувств... А, ну, для начала скажите, какие органы чувств есть у нас? Как мы мир ощущаем? Ну-ка, ребят, кто поближе? Глазами. Глаза, еще. Ушами. Уши, слух. Так. Обаяние, осязание. Обоняние, осязание. Нервы. Ну, нервы как бы в основе всех этих ощущений и так далее. Язык. Язык – это вкус. Вот теперь вы все перечислили. Спасибо. Основные органы чувств у всех животных вы перечислили. В первую очередь, конечно, наземных. Как вы думаете, главный орган чувств у птиц... Что вот из того, что мы с вами перечислили, главное для птицы? Обаяние. Обоняние, обоняние. То есть, обоняние – это нюх, да? То есть, птица летит на высоте 5 километров, и в этот момент она чувствует, чем пахнут ландыши, да? Нет? Да. Нет, все-таки, наверное. Осязание. Осязание. А что она осязает? Птица летает в воздухе, она может только воздушный поток осязать отчасти. Только могу сказать, что правильно. Зрение. Зрение. Вот это без всяких сомнений. Вот вы сказали, да? Спасибо. Зрение. Посмотрите, орел летает на высоте до 10 километров. И в этот момент он видит свою добычу, бегущую внизу. То есть, в этом плане потрясающее свойство зрения. Так, у вас еще что-то добавили? Можно добавить, вот птицы, минус в том, что они не могут различать цвета? Цвета различают. Ну, я бы сказал, что это отчасти. Если бы они цвета не различали, тогда бы им очень сложно было бы совершать перелеты во время миграции. Когда как раз цветовое восприятие, предположим, имеет колоссальное значение. У ночных птиц, я с вами могу согласиться. Так, еще что-то есть добавление? Слух. Слух. Ну, со слухом, наверное, тоже придется немножко, так сказать, подождать. Потому что у птицы в воздухе, ну, скажем так, на этом сильном ветру со слухом, наверное, тоже будут проблемы. Еще нервы помогают. Ну, мы об этом уже сказали, что нервы это в основе. Так, ну, наверное, достаточно. В принципе, вы мне ответили на главный вопрос. Глаза, зрение, вот что главное. Для нас тоже главный орган чувств, с помощью которого мы ориентируемся в пространстве, это глаза. И вот в этом плане мы с вами абсолютно с птицами уже похожи. То есть нам даже не надо ничего придумывать. Ну, и последний у нас, так сказать, момент, это легкость птицы. Вот та самая легкость, которая придает маневренность птицам в полете. Вот посмотрите, пожалуйста, перед вами изображен один из лучших летунов, фрегат и так далее. Посмотрите, как он выглядит, как говорится, живьем, полный рост. А вот здесь, внизу картинка, силуэт этой птицы и показан его скелет. Если, предположим, мы с вами только бы увидели скелет, нам показалось бы, что это что-то несуразное, как вообще, в принципе, это может летать. Это о чем говорит? О том, что очень многие косточки у птиц или отсутствуют, или срастаются, и тем самым придают легкость вот этой всей конструкции. Что не скажешь про нас сами. Если бы у нас была возможность здесь представить скелет человека, ну, практически, ну, это было бы один к одному узнаваемые, так сказать, контуры человека. Так вот, за счет чего происходит легкость? Очень много всяких вещей, которые облегчают вес птицы. В первую очередь, это, конечно, кости. Кости у птиц у всех полые, то есть они внутри пустые. Это придает, опять-таки, легкость, связанную вот со скелетом. Так вот, казалось бы, мы за счет скелета можем, конечно, облегчить вес, но мы с вами должны помнить, чтобы двигать крыльями, нужны что? Сила. Сила, совершенно верно, мальчики, сила нужна. Какая сила? За счет мышц, правильно? И поэтому, естественно, мышцы ни в коем случае не должны мы на этом экономить. Поэтому, чем крепче и сильнее мышцы развиты, тем лучше птица летает. И поэтому у птицы, естественно, мышцы развиты очень хорошо. Теперь скажите мне, пожалуйста, есть одна особенность мышечной системы у птиц. Ну, во-первых, вот тут вот посчитали о том, что для того, чтобы поднять человека весом, ну, средний вес где-то порядка 70 килограммов, если мы возьмем мужчину, да, вот, то для того, чтобы поднять его в воздух, у него должны быть крылья диаметром, не диаметром, а в размахе 42 метра. Представляете, сколько это? Это практически, ну, вот, весь этот зал. Вот такой размах. Я вот встану в серединке, крылья мои будут вот такие. Представляете, что это такое? Какие должны быть у меня мышцы сильные, да? Это я должен быть вот весь обложен этими мышцами, чтобы вот этим крылом хотя бы его поднять. Это же колоссальная сила. Вот у птиц случается следующее. Вот эта вот картиночка, где иллюстрирует расположение мышц. Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами, когда мама у вас курочку разделывает и раздает вам, или в столовой, когда нам дают какие-то, так сказать, лакомые кусочки, вермишель с мясом, да, с курицей, мы всегда радуемся, когда нам достается какой кусок? Грудка, совершенно верно. Грудка, потому что мы все знаем, здесь самое большое количество мяса, это самое вкусное место. И крайне недовольны, когда у нас достается что, девочки? Крылья, совершенно верно. Девочкам часто подкладывают крылья, да? А на самом деле крыло – это самое, ну, самое непопулярное место, потому что мяса там практически нет, одни косточки. Почему? Да посмотрите, дело в том, что у всех птиц мышцы сосредоточены, вот видите, в середине, вот в грудной части. И центр тяжести находится исключительно вот в этой части тела. Почему? А вот посмотрим, почему. Если мы с вами посмотрим на летящий снаряд или пулю, за счет чего летит пуля? Мы стреляем из пистолета, ну, в какую там мы силу можем, так сказать, придать? Так? А пуля летит на сотни метров. За счет чего? Пуля летит за счет того, что порох в бильзе взрывается, и пуля вылетает. Да, это первое поступательное движение придает. Я не буду больше никого спрашивать, ребят, да? Дело в том, что у всех летающих вот таких вот объектов, снаряды, ракеты наши, они все построены по одному принципу. Впереди есть так называемый тяжелый, так сказать, предмет. Свинец, мы говорим, да? Грузило своеобразное. И тяжелый, так сказать, объект придает после того, как, значит, летит вот этот объект, он летит вперед за счет вот этой своей инерции, за счет тяжести. То же самое и у птицы. Поэтому все ее тяжелые части, ее тело локализованы в грудной части, именно чтобы вот эту особенность полета придать. Ну и, соответственно, следующий момент – это что? Где мы еще можем сэкономить? У нас огромный головной мозг. Поэтому мы с вами люди, поэтому мы с вами мыслим и так далее. Вот тут придется немножко, так сказать, поэкономить. Если мы хотим, чтобы мы излетели, мышцы у нас должны быть хорошо развиты, а вот голова не должна быть такой тяжелой. Иначе она у нас будет вот так вот заваливаться, и мы не сможем лететь, она будет нам мешать. Поэтому нам придется сократить количество головного мозга, уменьшить его. И главным образом за счет чего? Если у мозга такой отдел называется мозжечок, ну, взрослые знают, который координирует все наши, так сказать, движения, его никак нельзя убирать. Это, наоборот, должно быть еще больше развито, как это у птиц. Ну, например, вот наверху, видите, мозжечок и передний мозг практически одного, так сказать, объема. А что касается у человека, у нас с вами передний мозг. Так вот, если мы с вами передний мозг за счет коры уберем, то мы с вами получим существо, которое потеряет много вещей, которые дают возможность нам с вами быть человеками. То есть мы, по сути дела, получим, ну, что-то вот такое. То есть в определенной степени дебилизм за счет того, что у нас не будет мозгов, за счет этого мы с вами просто-напросто обретем вот эти вот неприятные, скажем так, это мало, мягко сказано, вот такие вот проявления. Еще за счет чего масса? За счет того, что внутри у птиц все, что лишнее, как бы с нашей точки зрения, с их точки зрения убирается. Ну, давайте вот пробежимся. Кишечник. Птица постоянно кушает, ну, вот посмотрите, она голубей, воробьев, она постоянно в поиске корма, но при этом никогда они эту пищу, переработанную в себе, не держат. Ну, вам хорошо известно, что птицы, предположим, вы идете по улице и вдруг раз, на вас сверху падает не очень приятная, скажем, вещь, вас как бы пометила, да, птица. Это потому, что у птиц нет такого ритма, режима, вот ей нужно в туалет вот сейчас и никогда, и не в другое время. Поэтому у птиц где-то, так сказать, происходит, как ее застает этот процесс, там она, собственно, опорожняет свой кишечник. Кишечник короткий, более того, у нее отсутствует целая отдела по сравнению с нашим с вами желудком. Поэтому, если мы хотим облегчить себя за счет желудка, а такие операции тоже делают, отрезают даже куски, целые куски кишечника, убирают, скажем так, куски желудка, эти операции сейчас делают спокойно. То есть мы, опять-таки, могли бы на этом, смогли бы сделать экономию веса. Но, тем не менее, это привело к чему? Мы бы с вами постоянно, боли в животе, нам пришлось бы переходить только на белковую пищу, так? А ум нам передает немножко, так сказать, больше ума будет не только от белка, а еще от того, что мы сахар должны потреблять. Не в тех количествах, но тем не менее. И вот поэтому вот эти вот неудобства, они будут создавать нам постоянно проблемы. Плюс к этому у птиц нет зубов. Следующее, дыхание. Как дышат птицы? Вот посмотрите, пожалуйста, ребят, сегодня вот будете по улице проходить, когда голубь или любая другая птица садится на землю, вы когда-нибудь видели, чтобы она вот опустилась на землю, как бы она не летела быстро, чтобы она тут же, а дышка у нее была? Никогда не видели, так ведь? Вот собака пробежит, у нее уже, как говорится, язык на плече. Она тут же моментально задыхается, лошадь вся пропотеет. У птиц нет ни пота, птицы не потеют, у них нет просто этих желез. И главное, птица, даже если она очень быстро бежала, она остановится и абсолютно без всякой одышки. Почему? Так вот, у птиц есть еще такое интересное свойство. У них есть вот на первой картинке, есть вот такие вот воздушные мешки. Они заполняют воздухом внутри, заполнен воздухом, находятся внутри. Когда птицу потрошат, конечно, воздух выходит, и мы просто их не видим, эти пленочки тонкие, стенок этих мешков. Но, тем не менее, они способствуют уменьшению веса, удельного веса птицы. Дальше. Как птица дышит? Вот сделали глубокий выдох сейчас. Вот я на себе показываю. То есть, когда мы вдыхаем, мы с вами что делаем? Мы расширяем свою грудную клетку за счет этого легкие, и мы с вами попадает воздух в наши легкие. Птица, если бы вот так дышала, как мы с вами, она бы тогда препятствовала своему полету. То есть, мешала бы, вот когда тело ее расширилось. У птиц дыхание происходит исключительно вот в этой плоскости. Вот. То есть, обтекаемость ее тела нисколечко не уменьшается во время полета за счет вот такого свойства ее движения грудной клетки. Поэтому это, конечно, изобретение, до которого, скажем так, нам, конечно, очень далеко еще. Кровеносная система. Кровеносная система настолько работает совершенно. Представляете, птица, когда машет крыльями, у нее сердцебиение. Посмотрите, какие там цифры. Там за сотни ударов в минуту, в секунду и так далее. То есть, это необходимо для того, чтобы циркулировала кровь в нашем организме и обогащала, естественно, кислородом, в первую очередь, конечно, все клеточки, обеспечивающие полет птицы. Насколько это мы можем? То есть, нам нужно будет людям поднять давление, это раз, чтобы усилить, так скажем так, поток крови в наших сосудах, усилить кровоток в целом и так далее. То есть, вещи, которые, в принципе, лекарствами мы можем этого добиться или же за счет постоянной физической такой нагрузки, изматывающей наш организм. Но, тем не менее, это, в принципе, тоже возможно. Ну, к чему это приведет? Вот, пожалуйста, если мы сможем это сделать, организовать это мы сможем с точки зрения медицинских всяких там рекомендаций. Это и одышки, и сердцебиение, головные боли, бессонница и так далее. То есть, вот эти вещи, которым мы себя обеспечим, это точно. Что касается выделительной системы. У птиц нет мочевого пузыря. Поэтому, естественно, у нее нет дополнительного мешочка, который бы, так сказать, как камень тебе мешал бы во время полета. Птица за счет этого тоже сэкономила, скажем так, свой вес. Мы с вами, если себя этого лишим, достижения, скажем так, эволюции, то нам будет очень даже сложновато. Следующее. Размножение птиц. Вы, наверное, знаете о том, что птицы размножаются у нас когда? Весной. Вот уже наступила у нас весна, и вот скоро в апреле начнут прилетать перелетные птицы, и они приступают к размножению. Размножение у птиц занимает очень короткий период их жизни. Более того, птицы размножаются как? Они откладывают яйца, так? Их высиживают, из них выходят птенцы маленькие, они их выкармливают. То есть, в этом плане все за пределами организма птицы. То есть, птицы не обременяют себя тяжелыми, так сказать, ноши вынашивания. Ну вот представьте теперь, предположим, если бы человек, женщина, мама ваша, ожидая вас, смогла бы она с таким животом взлететь в воздух? Нет, конечно. Мы тут боремся за то, чтобы каждый граммик убрать, да, а тут еще такое. Поэтому тогда бы точно мы не смогли летать. То есть, нам нужно было бы тогда себя полностью лишить этого важного качества любого вида. Это не размножаться в таком формате, в каком мы сейчас, у нас это происходит. То есть, размножаться как? В пробирочках. Это сейчас технологически, так сказать, это все выполнимо. И детей из пробирок мы уже знаем по интернету достаточно много по всему миру. И в этом плане, конечно, вот эти неудобства, вот, связанные с ограниченным потреблением воды, ну, если не было бы мучевого пузыря, нам бы просто было бы, мы не стали бы пить, не будем пить, значит, у нас не будет хватка воды. То есть, целое звено, так сказать, цепь, цепочка целых звеньев, ограничивающих наши, скажем, в первую очередь, возможности здоровья. Итак, зато мы будем летать. Я называю эту картинку. Смотрите, чего это стоит. Мы с вами взлетели в воздух, но при этом мы с вами получили после всех наших манипуляций технических, анатомических, медицинских, всевозможных и так далее. Тут даже страшно перечислить вот то, что нас ожидало бы. От простых там одышек до атрофии мышц, до слабоумия, беззубость и так далее. Ну, вот посмотрите, тут колоссальное количество всевозможных вещей, которые позволили нам летать, но при этом мы обрели вот эти, так сказать, качества. Ну, вот главный вопрос. Мы готовы на это? Конечно нет. Конечно нет, потому что это нам не нужно совершенно. Поэтому завершая, так сказать, вот эту часть, посмотрите, вот эту картинку, которую мы смоделировали, да, это еще очень мягкий вариант, потому что, я вам сказал, 40 метров, это примерно так. Я стою на серединке, а крылья вот примерно вот с этой аудиторией. Причем мы, смотрите, какие, совершенно не такие стройненькие, да. Помните, мы что должны делать? У нас должны быть вот здесь мышцы обложены. Поэтому, естественно, мы с вами вот в таком облике, я не знаю, насколько он симпатичен, этот человек, но, тем не менее, сбылась бы наша вековая мечта, способность к полету. Ну, и, конечно, вот завершая, так сказать, нашу часть, эту теоретическую, я вот назвал ее, да, здравствует эволюция, сделавшая с нас такими. Пускай ДНК и гены у птиц будут птичьи, а у нас человечьи, и мы будем с вами жить и радоваться тому, что мы с вами люди, а не птицы. И будем только, глядя на небо, мечтать о, так сказать, вот этой миге свободы, как делают это птицы. Спасибо. Спасибо, Эльвизор Ясович. Спасибо.